Всем доброго утра! И вот начинается снова новый день. А я решила сегодня сбежать на море. Я так говорю, но заинтригована все. Потому что у меня такое сегодня хорошее предчувствие, что у меня будет сегодня замечательный день. Столько много планов. Сэс-контроль, сэс-контроль. Вот так мы работаем, работаем. Да, 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 да. Вот вам Олюшка, мои любимые подписчики. Олюшка сегодня такая, видите? Море отошло. Ночью был, видно, шторм. Посмотрите, до каких пор пляж размыло. О, водоросли. Восемь часов, уже не так много людей. Вы знаете, что и не так уже и жарко. Да, можно уже и попозже приходить. То есть, можно поменять сейчас мою прогулку. Начать ходить 10 тысяч шагов. Потом уже можно искупаться. Пошла я, друзья мои, кайфовать. Сегодня не поленилась приготовить себе такой нормальный завтрак. Что у меня на завтрак? Яичница со шпинатом. И вот, мои дорогие. Вкусные. Так, забыла еще маслинки положить и сырок. А здесь я заварила одачаи. Одачаи это шалфей. Я вам рассказывала в предыдущем видео. И шалфей его нужно принимать при расстройствах кишечника, диареи, при гастритах. Естественно, нужно это его пить между промежутками пищи. На голодный желудок нельзя. Потому что шалфей может поднять артериальное давление. И принимать его, конечно, по небольшой кофейной чашечке. Два раза в день. Можно и три там. Не постоянно. Это временное питье такое применение шалфея. Шалфея обладает противовоспалительными действиями. Если у вас десны болят, точнее парадонтоз, какие-то раночки, то вы можете полоскать шалфеем полоси рта. И очень много у него полезных свойств. То есть вы можете почитать это в интернете, как сделала это и я. Ну вот, значит, я сейчас покушаю, пока муж мой спит. И выпью чашечку маленькую шалфея. Такое удобное приспособление. Это когда мой муж работал на Паше Бахча. Вот осталось у него воспоминание у меня. Еще была такая бутылка, но она поломалась стеклянная. Приятного мне аппетита. Еще я вот приняла душ, сделала массаж лица. Японский массаж лица. Лифодренажный. И сделала себе такую прическу. Посмотрим, что из этого выйдет. Тоже увидела где-то в инстаграме, по-моему. Обещают локоны. Ну не знаю, какие у меня локоны на мои короткие волосы. Ну что-то, что-то будет, наверное. Сегодня еще планирую приготовить сарму. Хочется прямо так сарму. Она летом очень хорошо идет, так как она растительном масле. Можно ее в холодном виде кушать. Так что вот такие у меня планы. Но я достала листья, которые мне Амимчик, мама, мужа передала. А они еще не разморозились. Но пока я займусь своими делами. И они тоже разморозятся. И я буду готовить их. Так что вот такие вот дела, мои дорогие. Я нахожусь в спортивном одежде. На моем любимом балконе. Скучи цветов. Море было сегодня замечательное, но не спокойное. И грязноватое, хотя я пошла рано. Ну и желаю вам всего хорошего. Смотрите мне дальше. Ну как я вам, друзья, с этой прической моей. Просто так. Обвязала. Видели сами. И все. Ну сейчас, конечно, уже прошло два часа. Кудри распались. Но все равно, смотрите. Нормально, нормально. Мой муж говорит, ну что такое на голове? Ты откуда и куда? Иногда надо быть с выпрямленными волосами. Иногда нужно, иногда нужно вот придумывать, Бог знает что. Скоро у меня будут длинные волосики. Я наберусь терпения. Вот эта челка уйдет у меня. Челка вот эта уйдет. И тогда я пойду к парикмахеру. И сделаю вот такую из себя. А сейчас надо терпеть, придумывать что-то. За сколько лет у меня первый раз отросли волосы. Нет, у меня еще было до этого отрочно, я срезала. Но сейчас я точно. Буду резать, буду ждать нормальный результат, чтобы все волосики потом подровнять. А стрелки я сегодня сделаю двойные, как язык у кобры. Никак не могу сесть за мое шитье, друзья мои. У меня не получается. У меня день так прошел, сейчас надо идти готовить кушать. Ну, знаете что, не буду ничего сегодня готовить. Хотела я сорму, но у меня сейчас по бизнесу один, второй, третий, четвертый. Я хочу шить, я хочу шить! Дайте мне еще две руки и одну голову. Детки во дворе. Ой, я забыла вам показать. Я там детям же платье передала. Мама такая довольная, говорит, такие платьица хорошие, сарафанчики. Все довольны, все-всем довольны. Наверное, отварю себе картошечку, салатик сделаю. Вот это будет мое замечательное блюдо, правильно же? Макароны не буду есть сегодня. Лучше картошку. Ашкэм так много картошки покупил, что надо ее кушать. Вчера вечером мой Ашкэм купил новое мороженое. Хочу показать вам. Ой, нет. Вот видите, сколько у меня заготовок. Подготовилась к зиме. Тут еще и бульоны, и фасолька, и абрикосы. Абрикосы, курица. Смотрите, что здесь, слива. Что у Светланы в холодильнике? А здесь что? Вот, а здесь поменьше. Вот такое мороженое купила. Ну, что у меня здесь есть? Аспанак, горох. Плов какой-то. Горошек вот мы купили тогда. Вот. Вот, очистить буду. От испанака все испортится. А тут что? Тут тесто еще, видите, на замороженное тесто. Вот. Здесь у меня клубника и банан. Вот так вот. А сейчас я покушаю такое красивое мороженое. Вот. Ой, какое же оно вкусное. Ашка меня балует. Пока остынет чуть-чуть. Может кофейку нам сварить? Тут плохо, что Ашка меня бросает. Идет, и я его не вижу. Ну, а здесь, смотрите, у меня листья. Они уже разморозились. Надо посмотреть, что там такое. И тут еще начинка есть для пару штук. Угу, отлично. Друзья мои, посмотрите, что я сегодня приготовила. Вот такой салат из картошки, яйца. Вот захотелось так. Мой муж кушает суп. У меня вот это терлю. Лот с курицей. Вот такой вот у нас. Ашка, где? Бежит, бежит, кушать хочет. Бежит, бежит. Голодный. Хе-хе. Готовая. При этом подтягивайте, как родился. Семь раз. Отпустите все напряжение в груди. Нажимаете еще один глубокий вдох. И наоборот, если я куплюсь в груди. Семь раз. И наоборот, если я куплюсь в груди. Семь раз. Друзья мои милые. Чем я занимаюсь? Кручусь сорву. Очень много. Четыре стакана риса решила приготовить. Побольше. Вот, мои дорогие. Сейчас эту часть поставлю варить. Буду продолжать. Вот сколько у меня еще листьев. И одновременно я присутствую на вебинаре моего бизнеса, который проводят лидеры из Америки, Германии и России. Марина Валлико, мой любимый лидер. Нас около 60. Вот в такое время, в пятницу, в 5 часов 60 человек. Это очень хорошая цифра. Друзья мои, нас ждут очень большие и хорошие новости. Поэтому 9 числа у нас будет конференция. На сегодняшний день еще лучше мы и больше увидим, услышим новостей. Приглашаю вас. Я постоянно интересуюсь, постоянно огромно благодарна Зое, Татьяне Владимировне, которая меня подписала, пригласила в компанию. Нахожусь в ней небольшое количество времени. Стараюсь изо всех сил, пытаюсь что-то делать, так скажем. Но информационном плане интересно следующее. Монета Дау. Вы люди опыта. Люди практики. Люди с большими структурами. Сеальными результатами. Вот скажите, пожалуйста. Вот видите, как. Что я сейчас буду делать? Да, Ашкин, болезнь. Просто я порываю мирмюром. Та-ра-та-та-та-ра-та. Беррики. Уч. Сороль лязем. Тири-тири-тири-тири-тири. Голим, Ашкин? Гучек-мель. Тири-тири-тири-тири-тири-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Хадешкин, ходи. О-о-о-о. Лекадар бюзей. Ашкин, берем дымэ. Ах, это усунашки. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok